Срезал старую яблоню, кислые плоды, посадил новую тоже яблоню. Старая яблоня, она просто высосала все соки, она еще и отравила почву, поэтому это редкий случай, когда мое мнение совпадает с общепринятым. Нельзя нам вместо старого садить. Абрикос бы лучше бы пошел, у него совсем другие аппетиты. Надо вам абрикос посадить, сливу посадить, вишню. Вот все, что могу сказать. Так что, может и яблоня такая, я же вам показывал, не растет ни черта. Они привьют плодовую ветку, плодовую почку и ждут чуда, и не дождутся никогда. Не каждая почка на ветке, которую прививаем, это будущее дерево. Так, что делать, если появились несколько мощных побегов на прививке врача от двумя черноками? Да пусть себе растут, что надо показать. Это же здорово, вместо одного мощного побега на несколько мощных побегов. Растут себе, растут, что они вам мешают. Появляются проблемы, потом немножко. Одна в одну сторону растет, другая в другую. А потом, смотрите, или это получается такое мощное коренастое дерево. Вот, они потом внизу срастутся намертво. Или, по крайней мере, до страховки. Можно... Такая сейчас веревка, но она должна быть не пеньковая, а из синтетики. То есть, которая не гниет. Толстая, типа, ну, почти канат. Надо-то ее немного купить. Обвязали таким образом, чтобы не развалилось дерево. И все, и не надо их трогать. Пусть себе растут. Потом увидите, они как-то сами превратятся в прекрасное дерево. Когда надо убирать, бутылки сеятся, 20 сантиметров выросли. Убирайте. Уже давно пора. Был бы жара, и вот эти же 20 сантиметров уже бы сожгло, сожгло бы листья бы. Уже даже поздно. Я убираю, когда только зазеленет. Я убираю. Так. Ой, сегодня мне повезло. Или народу мало, или вопросы заканчиваются. Дело в том, что мы с вами за 33 передачи уже столько поговорили, столько поговорили, что уже, наверное, все меньше должно быть тем. Вот смотрите, перед две огромные темы. Не знаю, когда мы с ними закончим. Тут еще мы фактически не начинали. Вот. У меня сотни фотографий с наблюдением, которых не видел никто никогда. И ни в одном учебнике. Нигде, никогда. Вот. Ну, это такие небольшие наблюдения. Вот. Сами поймете. Это будет большая тема. Ну, назовем прогулку по саду. Вот. Образно. А вторая большая тема, это все-таки сотни перефотографированных дебильных советов, с которыми надо разбираться. Они вбиты в голову. Вы знаете, что я не могу убедить людей? Вот. Ничем, ни за что, никак. Все. Я в отчаянии. Даже те, кто меня слышит, и то не собирается ничего переделать. Все, друзья, до свидания. Спокойной ночи. Хороших снов. А я сейчас только увидел письмо Бориса Соловьева. Что делать с... Ну, ладно. Надеюсь, что не все отключились. Борис не отключился. Что делать с вафием и косикой абрикосов, которые не взошли? Сейчас днем 18 бывает больше. Вишни не взошла ни одна. Остальные 10%. Возможно, стоит ли их продолжать поливать или промыть, просушить в холодильник. Нет, ждите дальше. Вот и все. Ждите. Еще не вечер. Ну, все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова